По традиции форум открыл президент. Свой разговор Александр Лукашенко начал с самой горячей темы. Августа 2020. Особенность белорусского мятежа – жестокая атака извне, отметил глава государства. Так называемый блицкрик не получился. Народ удержал страну. Я хочу вам напомнить то, что я говорил совсем недавно. Мы не знаем точно, точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы. И проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим. Александр Лукашенко отметил, Беларусь попала под серьезное давление политических и экономических санкций со стороны западных стран. Однако, по его мнению, после таких событий, как штурм Капитолия, а также жестоких разгонов демонстраций в Европейском Союзе, они не обладают правом указывать на то, как следует жить и управлять белорусским государством. Такая ситуация сыграла свою и положительную роль. Настоящие друзья не отвернулись от страны, а даже подставили свое плечо. Да, нам важны отношения с ЕС. Но Россия была и будет основным стратегическим союзником. И я не вижу весомых причин отказываться от подобной многовекторности. Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусью. Подтверждение особого значения белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий. Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну, данная позиция России не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций. Помните, я когда-то говорил, очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время. И нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что не так? Так. А что еще будет? И пока мы стоим рядом плечо к плечу или спиной к спине, никто нас не на колени поставит и не наклонит. В этом суть. Продолжая тему внешней политики, президент затронул и сотрудничество в военной сфере. В частности, апогеем нынешнего года станет совместное стратегическое учение «Запад-2021». Что касается развития вооруженных сил, то Беларусь и впредь будет уделять этому вопросу огромное внимание. Также продолжится взаимодействие и с остальными странами ОДКБ. Если кто-то хочет упрекнуть за это республику и заграничных экспертов, то пусть вспомнит, что в Польше и странах Балтии на постоянной основе расположены многонациональные силы НАТО, которые ежегодно проводят десятки военных учений с отработкой переброски больших контингентов войск из Америки в Европу и моделированием возможной войны НАТО союзным государством. У нас одна из лучших армий в регионе. Это признают наши соперники. Но этот статус надо поддерживать боевой подготовкой, своевременным обновлением вооружения военной техники, модернизацией военной инфраструктуры. И что в конце 2019 года мы приняли план строительства развития вооруженных сил до 2030 года. Определили необходимое бюджетное ассигнование. И чего бы нам не стоило запланированное, мы должны осуществить. В то же время, какие бы цели государство не ставило, на внешнеполитических контурах или внутри страны, главным венцом всех побед и достижений был, есть и остается человек. И здесь на первый план выходят многие аспекты. Уровень жизни и заработной платы, качество образования и медицины, увеличение пенсии и пособий молодым семьям. Поддержка предприятий и развитие сельского хозяйства, как справедливо отметил президент. Сделано многое, но еще большее приставить. Несмотря на более-менее приличный уровень зарплат в Минске, областных центрах, регионах, мы пока серьезно проседаем. Отстают по зарплате сельское хозяйство, сферы социальных и жилищно-коммунальных услуг. Отдельная категория бюджетников еще не богаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Я думаю, это правильно, повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящие пятилетия их доходы существенно подтянутся. Глава государства подчеркнул, в Беларуси настало время модернизировать и информационную политику. По его мнению, необходимо в большем масштабе вовлекать в общие медийные проекты блогеров, лидеров мнений, представителей общественных институтов, деятелей культуры и искусства. В качестве примера такого диалога Александр Лукашенко привел свою встречу со студентами в БГУ, которая транслировалась и в других вузах. А ведь Белгосуниверситет называли самым протестным. Прошла эта встреча, она транслировалась на другие вузы. И я попросил позавчера ту же Наталью Иванову Кощанову и ректора, пожалуйста, приведите социологические исследования в этом вузе. Страшно протестным. Вчера к ночи мне доложили результаты. Они меня удивили. Да, они не потрясающие по всей стране и так далее. Но около 55% поддерживают действующего президента и действующую власть. После этого разговора. О чем это говорит? Это обращение, прежде всего, к вам, почти 3000, тысячам сидящих здесь. Очнитесь, поймите, какой момент переживаем и идите к людям. Напомним, на политическом форуме страна должна определиться, в каком направлении двигаться дальше. Главным документом станет программа социально-экономического развития. В любом случае, решения по итогам Всебелорусского собрания не будут спонтанными или неожиданными, заверил Александр Лукашенко. Все необходимо детально обсудить. Всем, кому есть что сказать, предоставят трибуну. Максим Кимбель, Бобруйск, 360.